вот кстати начали строительство вот этого вот плавучего кафешки или как это ну место для отдыха вот они у нас вот здесь вот видите то есть их оттаскивает куда-то на середину залива люди арендуют их и отдыхают так вот к чему я что вот это вот строительство идет уже около года и никак не закончится то есть и вот эти вот именно кафешечки никому сейчас нафиг не нужны стоят они постоянно здесь на приколе никто их не арендует не заказывает то есть ситуация с туризмом очень напряженная можно сказать что можно сказать что никакая довольно таки редкое явление это сборщики мусора улицах таки лорана потому что в основном с мусором здесь расправляется очень просто его сваливают кучу и вечером сжигает то есть вечером множество дымов отжигаемого мусора идет по филиппинам по сжигаемым деревням да ну и как всегда веселые мусорщики мини-рыночек на новом мосту и вот меня все таки она это сама такая девушка сидела грустила даже практически с пола ну потом вот видите встала и почесала по своим рыночным делам очень кстати дорогой рынок здесь все время включается фаронера прайс то есть цена на несколько процентов бывает даже на 20 процентов увеличивается если ты белый все дешевле но на панглау как ни странно это вот именно такая практика и существует здесь фаронера прайс считается что как бы если ты белый то значит однозначно богатый для тебя чуть-чуть дороже заплатить ничего не стоит блин тучки все собирается 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 нас вообще весь январь весь январь был ужасно дождливым то есть все время били дожди все время грозы тайфуны ураганы какие-то ветра и все остальное то есть ну как бы январь собственно говоря очень не удался у меня товарищ приехал сюда именно отдохнуть он путешественник но говорит блин я так ожидал всего этого что поезжу по островам по всему остальному но к сожалению к сожалению купил он билет поедет в другие края говорит не могу дожди дожди на панглау такого редко практически и не было он приезжал три года назад как раз перед к видом он успел свалить вот и как бы это сама говорит нифига на панглау я такого не встречал our delivery довольно таки известный бренд пекарни ну и естественно цена ребята цены на наши выпечки вот смотрите кренделя по 5 песо потом сладости тридцать два двенадцать двадцать просто булочки десять десять двенадцать шесть ну в общем в принципе а ну и кофе можно выпить так сейчас подождите еще посмотрим что здесь обыкновенные простые булочки по 5 песо а кексики по 10 в общем в принципе сейчас не знаю почему выбор такой небольшой но может быть потому что понедельник да девушка пойдем посмотрим ну и естественно курица курица это я из того что продается у нас вот так вот на улице то что можно купить ай то что можно купить в принципе быстро быстро заточить ну и наггетсы наггетсы 10-15-20 песо такие довольно таки крупные наггетсы тоже все свежее все естественно свеженькая готовится на ваших глазах что глеб хочешь на ручки ладно ну глеб хочет на ручки страсть местных к лотереи как говорится я уже описывал такие будочки стоят абсолютно везде во всяких уголках на всяких дорогах во всех деревнях но я остановился не просто так остановился показать вам цены на бензин вот такие вот у нас цены на бензин опять соляра начинает идти вниз а бензин идти вверх то есть разница между соляра и бензином соляра в минус пошла вот собственно вот такая вот цена у нас нынче панглау и на бахоле естественно все это дороже как ни странно по поводу веротерпимости и множество различных религий я уже подробнейше говорил вот вам ашрам открытый работает пожалуйста никто его не закрывает никто его не душит то есть вот спокойненько причем самое интересное церкви здесь именно католических всяких протестантских и всех остальных лютеранских адвентистов и свидетелей и йоговой и седьмого дня и всего остального то есть целая куча и все они мирно как бы ну не знаю насчет мира не мирно но мирно сотрудничают и как бы не дерутся не грызутся с собой то есть монополии на религию никакой нет для тех кто хочет купить себе небольшой домик здесь на панглау пожалуйста вот всегда есть в продаже интересные варианты вот такой вот скромненький сиротский домик с участочком ну а если останется еще сдача то можно купить отельчик вот пожалуйста новый отель на продажу на здоровье то есть в принципе в принципе на панглау сейчас купить можно все что угодно да вот такой вот отельчик продается небольшой ну как небольшой глубину он уходит вот пожалуйста вот вам его спецификация там двадцать одна комната бассейн все дела то есть все что хотите если кому-то интересно добро пожаловать на панглау купите себе домик и рядом отельчик и в принципе можно сказать что жизнь удалась будете сидеть и смотреть на это хозяйство и радоваться жизни вот такие вот хозяйственные магазинчики постоянно на протяжении всей дороги встречается здесь можно купить все от гвоздя и шурупа до цементов и кирпичей стройматериалы ну все что угодно абсолютно то есть типичный типичный хозяйственный магазин про цены ничего не буду говорить обзор по строительным материалам будет еще впереди а так в принципе знайте что здесь вдоль дороги всегда целая птица всяких хозяйственных магазинчиков где можно купить все ну и вдоль дороги не прекращается вот это вот строительство беседочек домиков из бамбука дешманские простенькие доставку они организовывают вот такой домик купил себе что-то он в районе ста тысяч песо и живи в нем ну сейчас вот видите он еще пока не готов вот только делают а так в принципе будет выглядеть очень красиво под лаком ну и насколько я знаю что держатся они довольно таки долго если их еще правильно обрабатывать правильно пропитать то все будет хорошо так что вот такие вот домики у нас вдоль дороги строится вы знаете строят они их постоянно постоянно продают то есть идет этот процесс идет очень хорошо ну собственно на этом будем заканчивать вот пришел владелец на этом будем заканчивать собственно how much house 80 тысяч песо free delivery с бесплатной доставкой if i live in anda you deliver no problem free but you want to your place the car is going but if it's inside we will help your home in your place okera okera salamat так ну вот в принципе они доставляют куда угодно по бахолу thank you бесплатно интересная история мы возле церкви люди фотографируются а глебушка лезет к ним супер звезда глебушка лезет к ним постоянно они становятся на парапет а он бегом такой залазить скорее скорее фотографироваться с ним а и глебушка такой душа компании да совсем без страха без ничего такой а все пошел пошел с ними такой пошел с ними такой побежал 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 а и глебушка 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 вообще абсолютно не боится никаких чужих людей все вы и и и и и и и